Салют, балер! Вы на канале Kicks Contest, на связи с дядюшкой Рассел. В прошлом году линейка этого игрока была в топе самых худших моделей 22 и 23 года. Чтобы узнать, годная ли следующая модель, магазин сникодилл заслал нам пятую именную модель Донована Митчелла. Давайте же начнем и узнаем, живая линейка или нет, или все-таки она уже пошла на спад. Так что давайте, не будем томить, начинаем обзор. Let's go! При первом надевании не возникло никаких трудностей. В пятых Митчеллах используется язычковая система, но выполнена она несколько в непривычном формате. С одной стороны язычок прошит кроссовку, с другой же резинка уходит вглубь основания. Но это никоим образом не влияет на общий комфорт. По размеру здесь все четко, true to size, 10,5 US. Под любой тип стопы и подъем кроссовки будут комфортными. Времени на привыкание не потребовалось. Хоть и поначалу показалось, что материал в носке будет неподатливым, но это только показалось. Внутренний слой кроссовка комфортный и мягкий, но вот язычок очень тонкий. В нем нет никакой набивки и есть большая вероятность перетянуть ногу, если необходима полноценная фиксация. Если обратить внимание, то по всему кроссовку отчетливо видны дырки в материале. В носке, по бокам кроссовка. Но, к сожалению, внутренняя часть полностью запаяна. И по факту получается, что нога запечатана со всех сторон. И нога прилично жарится. Не могу представить даже, если бы эти кроссов в тестах были у нас летом. Получилось бы что-то похожее, как в седьмых харденах. За амортизацию, как и в предыдущих четвертых митчеллах, отвечает пена Light Strike. Здесь она также идет по всей длине митсоли, но в этот раз с ней уже нет таких проблем, как в предыдущей модели. Все сделано гораздо лучше. Пена уже не дубовая и вполне пригодна для баскетбола. Да, по-прежнему нет какого-то баунса и приподнятости, но как минимум кроссовки не хочется поскорее снять. Пробитий в пятке и носке не было, но вот с чувством корта, конечно, пока что все такие же трудности. Пару для обзора предоставил магазин Snikodil. Ребята продают только оригинальные кроссовки. Все модели, представленные в каталоге, в наличии, а также можно привезти любую пару под заказ. Скидка 15% по промокоду KC15 для всех балеров. Рисунок протектора выполнен из классической елочки по всей длине подошвы. Причем в носовой части елочка чаще дублируется, чем в остальной части кроссовка. Плюс в носке и пятке используется рисунок концентрических кругов, что в совокупности дает хорошую тракцию. Но это только на чистой поверхности. Как только на паркете образуется грязь или пыль, появляется уже проскальзывание. Там. Но я же говорил. И приходится постоянно протирать их для уверенного сцепления с кортом. На последней игре то и дело, что только протирал их. То в защите, то в нападении. В целом, с первым шагом не было каких-то трудностей, если паркет чистый. По материалам здесь у нас текстиль и синтетика. В носовой части в районе большого пальца кусочек укрепления в виде нубука. Пару раз кто-нибудь встанет на носок и материалу станет уж очень плохо. Ну да ладно. В кроссовках есть пластиковые вставки. В пяточной части, в носовой и в мицоле. Плюс сами три полоски по бокам выполнены из жесткого пластика. И похоже, что они даже помогают улучшить безопасность. Плюс металлический двойной люверс. Как бы намекает, что кроссовки все-таки не самые бюджетные. Чтобы понять, что это кроссовки Митчелла, придется уж очень постараться. Так как выраженный логотип на основании кроссовка есть только в районе петель. И то он такой маленький, что практически незаметен. Единственное подтверждение именитости кроссовок присутствует только на стельке. Прям минимализм. Или мичеллинализм. Кому как удобнее. По сборке никаких нареканий не было. Строчка ровная. Клей не торчит. После тестов тоже все неплохо. Правда, мальца пожухлался материал в районе петель. Но вроде не критично. Но бук пока что жив. Вес кроссовок состоял 415 грамм. В размере 10,5 US. Что является хорошим показателем. Также у нас продолжается предзаказ на мячи и рюкзаки. Успеваю рвать со скидкой за 2,990 вместо 6,990. Желтые и фиолетовые мячи. В феврале 80% предзаказа уже выкуплено. И на Wildberries, похоже, мячей не будет. Предзаказ закончится в конце марта. Или когда кончится товар. Фиксация в кроссовках хорошая. 4 ряда петель. 2 мощных люверса с одной стороны. И еще одна петля с другой. В целом нога не гуляет по сторонам. Пятка зафиксирована. Хоть и нет каких-то подов под ахилл. Носовая и средняя часть также окей. В кроссовках нет ярко выраженного триггера. И есть вероятность заваливания ноги на бок. Как я уже говорил, в мицоле используется пластиковая вставка. И кроссовки не подвержены скручиванию. Пяточный стакан крепкий. И дополнительно фиксируется опять же пластиковой вставкой. Для большей безопасности. Пятая именная модель Донована Митчелла проявила себя уже гораздо лучше по сравнению с предыдущей четвертой. Уверен, что линейка жива и все еще впереди. Не сказать, что она провалилась по каким-то параметрам. Уж очень серьезно. Как например те же GT Jump 2. Которые в итоге мы даже не рекомендуем. А они так-то 80 баллов набрали. Ну а данная модель подойдет для первых-третьих номеров на площадке. Рекомендуем использовать в чистых залах для более комфортной игры. Также не забывай использовать наш Telegram бот для подбора лучшей пары. Для твоей позиции и антропометрии. Ну что Балер, как тебе обзор? А я напоминаю, что я и мои ребята преподают баскетбол и баскетбольный фристайл. И уже сейчас у нас открыт набор в летний городской лагерь. Который пройдет в Санкт-Петербурге. Поэтому успевай записываться либо на первую бесплатную тренировку. Либо в летний лагерь на сайте Баскет СПБ. Не забывай ставить лайки. Пиши комментарии. Как тебе эта модель? Годно или не годно? Подпишись уже наконец-то на канал, если вдруг ты этого не сделал. Ну а я с вами прощаюсь. На связи был Дяешка Рассел. Ставьте пальчики. Крутите мячики. До встречи.